ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России начал действовать закон, ужесточивший административное наказание за плохое состояние дорог. Ответственному должностному лицу отныне грозит штраф в 30 тысяч рублей, ранее 3 тысячи, юридическому от 200 до 300 тысяч. Кроме того, для должностных и юрлиц предусмотрена ответственность в случаях причинения вреда здоровью участникам дорожного движения. Это штрафы в 100 тысяч и полмиллиона рублей соответственно. ТРАССА СТО ОДИН ГИБДД заявило о снижении качества подготовки водителей в автошколах. Такой вывод ведомство сделало на основании числа выпускников данных образовательных организаций, сдающих экзамены на права с первого раза. В 2016 году оно сократилось почти в два раза. При этом, что интересно, уменьшилось количество ДТП с участием начинающих автомобилистов. Напомню, что с сентября прошлого года правила прохождения испытаний на получение водительского удостоверения усложнились. ТРАССА СТО ОДИН ВАЗ-2107 Самая распространенная легковушка в нашей стране. По данным агентства Автостад, всего в России насчитывается почти 2 миллиона семерок. На втором и третьем местах тоже уверенно держатся уроженцы Тольятти. Шестерка и Нива. Переднеприводные модели автоваза Девятка, Десятка и Четырнадцатая Занимают строчки с четвертой по шестую. Седьмой результат у пятерки. И только на восьмой позиции появляется первая иномарка Форд Фокус. Вольксваген грядущим летом представит серийную версию нового кроссовера Ти-Рок Младшего брата модели Тигуан. Длина автомобиля составит около 4 метров 20 сантиметров, Ширина метр 80. По пока неподтвержденным данным машина получит бензиновые двигатели объемом от 1 до 1,8 литра мощностью от 105 до 190 лошадиных сил. Будут и дизельные агрегаты объемом 1,6 и 2 литра. Коробка – шестиступенчатая механика, а в более дорогих комплектациях семиступенчатый автомат. Трасса 101 К 2021 году компания BMW собирается создать абсолютно беспилотный автомобиль, у которого отсутствуют привычные современному водителю руль и педали. Новинка будет еще и электромобилем. Немцы уже сейчас активно работают над уменьшением габаритов электродвигателя и повышением емкости аккумуляторов. Скорее всего, модель получит название i-Next. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok